Проблема стресса 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 на все системы, органы, функциональное их состояние в условиях целеустремленности человека, в условиях преодоления каких-то трудностей в обучении, на работе и так далее. Ибо он мобилизует, еще раз повторяю, все защитные силы, и в то же время обращено внимание, статистические наблюдения, что люди, имеющие такой позитивный стресс, имеют большую продолжительность жизни, нежели находящиеся в постоянном негативе, имеющие постоянную неудовлетворенность действительностью, и с этим стрессом, это уже будет дистресс, с этим стрессом организм справиться, естественно, сам, без медицинской помощи не может. И когда говорят о развитии на фоне стрессов различных соматических заболеваний, так называемых психосоматических заболеваний, то оказывается, по последним данным, их очень большой процент у наших детей и подростков, и они составляют 25%. А ранними проявлениями признаков того, что человек находится в стрессе, испытывает дезадаптацию, как раз являются самые такие невинные, общераспространенные такая симптоматика, как нарушение сна, возможные головные боли, боли в животе, схваткообразного характера, при отсутствии явной гастроэнтерологической патологии. И вот такой же механизм развития этого самого стресса. И оказывается, ведущую роль в развитии различных стрессорных ситуаций имеет вегетативная нервная система. Почему? Да потому что именно вегетативная нервная система определяет нашу взаимосвязь с окружающей действительностью. И основная функция вегетативной нервной системы, она у вас перед вами. Это мобилизация всех функциональных систем организма для адаптации к изменяющимся условиям внешней среды. И существуют, конечно, это могут быть различные факторы. Стрессы или, как их еще называют, стрессоры различные. Это те же, еще раз повторяю, респираторные инфекции. Это могут быть изменения метеоусловий, изменения климата. Это могут быть изменения места жительства ребенка. И так далее, и так далее. А вот в очень упрощенном варианте тот самый механизм, как развивается этот стресс, и какую роль при этом играет вегетативная нервная система, ее функционально-адаптационный аппарат. Когда человек испытывает один из вариантов стресса, то в этой ситуации, естественно, идет реакция на центральную нервную систему. И активируясь центральная нервная система, активизирует и подкорку. В подкорке располагаются главные нейровегетативные центры. Это, в частности, гипоталямус. И это приводит к активному выбросу различных активаторов. Их еще называют нейротрансмиссеры. Это прежде всего адреналин, норадреналин. И в результате высокой концентрации вот этих нейротрансмиссеров резко активизируются и модифицируются все функциональные резервы различных органов и системы, прежде всего, и центральной нервной системы. И к чему это приводит? Это приводит, если функциональный резерв адекватный, человек адекватно реагирует на эту стрессорную ситуацию. А если нет баланса в этих системах, если функционального резерва не хватило, то развивается дезадаптация с выходом в различные проявления вегетативной дисфункции. Вегетативную дисфункцию еще называют... Другое название в литературе – срыв адаптации. Вот именно этот срыв адаптации, невозможность организму ответить адекватно на стресс, выражается с вегетативными проявлениями. И когда говорят о стрессах, то, оказывается, стресс вообще имеет четыре стадии. Они хорошо описаны в литературе. И обратите внимание, вот ребенок готовится к школе. Он ура, он собирается идти в школу. И первая стадия – ребенок испытывает прилив сил, это положительные эмоции, это тоже стресс. И вот этот стресс помогает ему в этой ситуации мобилизовать все свои силы, сконцентрировать внимание для того, чтобы адекватно начать учиться. Вторая стадия – ребенок, вы видите, испытывает негатив при обучении, ему не хочется делать уроки, но и здесь уже появляются отрицательные эмоции, здесь появляется раздражительность, простите, вневливость или даже, может быть, некоторая агрессивность, но система срабатывает. Еще они продолжают функционировать в должном режиме. Это уже стадия субкомпенсации. Все функциональные системы находятся на пределе. И, наконец, третья стадия – ребенок получает двойки. И наблюдаются отрицательные эмоции, естественно, они длительные, они пролонгированы, и стрессоры продолжаются. И здесь уже, видите, активность к стрессорным факторам падает. Функциональное состояние адаптации нет. Это фаза дезадапсации или фаза стадии декомпенсации. Ну и последняя стадия, с которой чаще всего приходится сталкиваться нам, педиатрам, заключается в том, что помимо психоэмоциональных проявлений стресса уже развиваются функциональные изменения в различных органах и системах. И вот именно в этой ситуации родители начинают обращать внимание на состояние здоровья детей. И это предмет для обследования и постоянных визитов к врачам различных специальностей. Когда говорят о наиболее частых причинах стресса в педиатрической практике, обратите внимание, это может быть и развод родителей, и расставание с близкими людьми, рождение второго ребёнка в семье, который воспринимается настоящим ребёнком как стресс, и гибель домашнего животного, переезд в другое место жительства, травмы, дорожные аварии, малоподвижный образ жизни. И что стало откровением для многих исследователей, что повышенная физическая активность с активностью спортсменов, спортсменов-профессионалов вызывает точно так же хронический стресс, который выражается, может, не только функциональными нарушениями различных органов и систем, но может и затронуть, и психическую сферу тоже. Когда говорят о наших гидрогенных стрессорах, то их у нас очень много, особенно в педиатрии. Это, во-первых, сами заболевания, на этом я не останавливаюсь, страх перед оперативными вмешательствами, диагностическими процедурами, и, наконец, бурное обсуждение медицинским персоналом каких-то неясных терминов для наших пациентов, тем более каких-то сложных диагнозов. Ну и, конечно, это сам рецидив заболевания, это тоже стрессор, и болезнь одного из членов семьи, когда речь идет о подростках, которые очень тревожны и очень трепетно относятся к своему состоянию здоровья и тревожны по отношению к окружающим. Когда говорят об основных проявлениях дезадаптивных реакций, клинических проявлений дезадаптации, то обратите внимание, с одной стороны, это эмоционально-поведенческие проявления, они очень яркие. Особенно это касается детей школьного возраста. Это, конечно, тревожность, опасения по поводу своего здоровья, о чем я уже сказала. Это может быть плаксивость, раздражительность, наоборот, чрезмерная возбудимость, нетерпеливость, неусечивость, вот эти навязчивые движения, кусание губ, какие-то движения, непроизвольные движения руками и так далее, и так далее. Но очень ярко проявляются и соматические проявления дезадаптации. И они в первую очередь касаются сердечно-сосудистой системы, когда очень часто констатируется в картах, что есть функциональные нарушения сердечно-сосудистой системы. И здесь они выражаются, это хикардия, нарушение ритмом, артериальной гипертензии. Вторая система, которая страдает в этих условиях, это, конечно, желудочно-кишечный тракт, который проявляется и запорами, и дискинезиями, неустойчивым стулом, и так далее, и так далее. Головная боль. И достаточно часто, правда, это уже больше у подростков, старших подростков, молодых людей, проблемы с дыханием, диспное, которые проявляются неудовлетворенностью вдоха, удушьем у человека. Вот это именно тот контингент, который очень и очень часто вздыхает. И если говорить о пациентах подросткового возраста, то у них особая симптоматика проявлений дезадаптации, проявлений вот этих стрессорных ситуаций. Если малыши раздражительны, крикливы, плаксивы, то пациенты-подростки, у них наблюдается проявление такой, я бы сказала, даже астонизации. С одной стороны усталость, а с другой стороны подавленные настроения, снижение самооценки, потеря, видите, интереса к окружающему, замкнутость. Это касается не только родителей, но и своих одноклассников. И, наконец, на этом фоне значимые нарушения аппетита, которые проявляются либо повышенным аппетитом, вплоть до булемии, либо, наоборот, отказом от приема пищи, вплоть до развития уже психиатрической патологии, такой, как анорексия. Когда говорят, вот видите, в XVI век известный ученый-исследователь Мишель Дамонтель, он писал, что человек страдает не столько от того, что происходит, а сколько от того, как он оценивает то, что происходит. И вот когда говорят о тревожности, тревожных состояний, как одном из частых, наиболее частых симптомов стресса, то, обратите внимание, оказывается, что есть физиологическая тревога, есть тревога патологическая. Физиологическая тревога это встречается повсеместно и ежедневно, но человек предстоит какое-то лёгкое событие, он начинает экзамен, там контрольный в школе, он начинает нервничать, тревожит, волноваться. В чём это проявляется? Это проявляется тахикардия, это проявляется дистальным гипергидрозом и так далее. Уходит стресс, и ситуация нормализуется, в отличие от патологической тревоги, когда есть дезадаптация, организм теряет адаптационные возможности. И этот уже вариант тревожности имеют яркие клинические проявления, которые очень часто требуют даже неотложных мероприятий. И в связи с этим сотрудники Академии Сеченова провели сравнительную характеристику физиологической и патологической тревоги. И оказывается, что патологическая тревожность сопутствует человеку, и она уже потеряла или теряет связь с символом, который её вызвал. Симптомы всегда пролонгированы, и реакция неадекватная стрессу. Это очень важное проявление, и симптомы, в которых выражается эта тревожность, она не всегда может уже контролироваться самим индивидуумом. Конечно, это ухудшает значимо качество жизни. Чрезмерная и крайняя степень тяжести дезадаптации – это развитие кризовых ситуаций. Как правило, при наличии стресса, при условиях дезадаптации развиваются симпатоадреналовые кризы. Яркие клинические проявления этих кризов перед вами. Но удивительно, и пока учёные не могут найти объяснение тому, что в условиях выраженной активности симпатической нервной системы при высокой выбросе адреналина и норадреналина такие пациенты и подростки могут давать вагоинсулярные кризы, имеющие симптоматику диаметрально противоположную указанной. Ну и, конечно, если речь идёт о лечении, то очень часто у наших пациентов, особенно если это подростки, у родителей, такое, знаете, немножко очень спокойное отношение к вегетативной дисфункции, вегетативной дезрегуляции. И, считая, существует такое понятие, ну ничего, он повзрослеет, перерастёт, и поведение у младшего школьника станет лучше, он менее будет раздражительным, возбудимым, но оказывается, потеря времени в лечении и коррекции ситуации, вы видите, может привести к чему. И ещё очень важный для нас момент для педиатров, чтобы за фасадом вегетативной дезрегуляции, за фасадом вот этой дезадаптации мы не почувствовали, знали и помнили о возможности психопатологической патологии. Конечно, мы диагнозы психиатрические не поставим, но дать определённое направление родителям в плане обращения к соответствующим специалистам мы можем. И когда говорят о стратегии лечения, то, в общем-то, она складывается из трёх основных направлений. Ну, всем известно, что это общая укрепляющая должна быть терапия, симптоматическая терапия, ну и, наконец, элементы патогенетической терапии тоже. Если говорить о неспецифической общей укрепляющей терапии, то она перед вами. В целом, если можно все эти позиции охарактеризовать, что это не что иное, как здоровое формирование здорового образа жизни. То, что касается симптоматической терапии, то если этот стресс хронический, если это не острая ситуация, то можно начать убрать симптоматику, уменьшить симптоматику с помощью седативных растительных средств. Если говорить о патогенетической терапии, то она складывается из нескольких позиций. С одной стороны, это назначение, патогенетическое значение имеет назначение препаратов магния, вегетотропных препаратов, в обязательном порядке антиоксидантов, ну и ноутробных препаратов тоже. Но ноутробные препараты должны быть особые показания для их назначения. Хочу коротко, чтобы уже к ним не возвращаться. И назначают их в основном, конечно, не педиатры, узкие специалисты, в ситуации, когда констатирована в анамнезе явная перинатальная патология, которая снизила порог адаптации к возможным стрессорным ситуациям. Когда говорят о препаратах магния, это вообще уникальный элемент, достаточно сказать, что он участвует в синтезе 700 белков, и из них 300 ферментов. Но применительно к влиянию его на центральную и вегетативную нервную систему, при дефиците магния необыкновенно активизируются вот эти нейротрансмиссеры. Избыточный выброс наблюдается как адреналина, норадреналина, о них мы хорошо знаем, асеротонин. Асеротонин – это апатия, это безразличие, это повышенный аппетит, желание побольше покушать, особенно сладенького. А вот влияние магния на проведение нервного возбуждения. При отсутствии магния нервные импульсы беспрепятственно проходят и доходят до точек приложения. Не миллионизируется оболочка нервных волокон. А что это такое? Это не что иное, как изоляционный материал. И в этой ситуации импульсов много, они идут и оказывают свое возбуждающее, раздражающее действие. А мы с вами говорим о стрессе. В условиях стресса, дефицита магния, вот именно в условиях дефицита снижается порох возбудимости и резко снижается стрессоустойчивость. В условиях дефицита магния вероятность стресса очень высокая. И при наличии развившегося стресса резко увеличивается потребность магния. Возникает порочный круг. Вывод. Организм не может элементарным путем справиться с дефицитом магния, особенно в условиях стресса. Поэтому применяются различные препараты, которые содержат магний. У нас на слуху магний В6. Есть различные его формы, есть таблетированные, есть формы раствора. Особенность, чем хорош препарат, то, что магний выступает в виде органических, легко усвояемых солей, которые дают минимум побочных реакций, в частности аллергических. И отмечено, что первоначальный прием лучше начинать с раствора. Что делает раствор? Он очень быстро может восполнить дефицит магния, то есть потушить пожар в организме. А продолжать терапию уже можно с помощью таблетированных средств. И когда говорят о патогенетической терапии, то мы прежде всего перед нами и стрессе, мы прежде всего, конечно, должны думать о состоянии нервной клетки и возможных медиаторах, которые определяют ее функциональное состояние. И в этом отношении нейроспецифический белок В100 является именно тем белком, который нарабатывается исключительно в клетке. И функция этого белка заключается в основном... Видите, функции очень многообразны по влиянии на кору и на подкорку. А по фиозам что будет? Равновесие между процессами возбуждения и торможения в центральной и вегетативной нервных системах. Это то, что нам нужно в условиях стресса. И если у нас стресс не острый, повторяю, не острый, а стресс хронический, то в этой ситуации препаратом выбора может быть с патогенетических позиций выступит небезызвестный нам препарат Тенатен, который является релизоактивным препаратом, содержащим микросверхмалые дозы антител, вот к этому самому белку С100. Вы скажете, зачем же к антигену еще антитела? Будет нивелирование, еще больше уменьшится этот С100. Нашими учеными из Новосибирска было доказано, что в условиях микросверхмалые дозы антител не блокируют, а наоборот модифицируют и даже усиливают активность этого белка С100. Но этот препарат, который мы все очень хорошо знаем, препарат, который можно назначать с трехлетнего возраста, и посмотрите, одним из первых показаний является как раз и тревожность, и стресс. Но здесь нужно сказать, что отношение родителей, да и нас с вами, к этому препарату неоднозначно. Эффективность его прежде всего будет определяться пунктуальностью выполнения наших назначений, потому что эффект от препарата это литературные данные, наше наблюдение, когда мы назначаем этот препарат, эффект наступает не раньше, чем на второй, третьей неделе. Наши родители нетерпеливы, они хотят молниеносного эффекта, поэтому говорят, что все плохо. Обратите внимание, препарат эффективный. И, наконец, когда мы говорим об антиоксидантах, мы не можем не сказать о их значимости в условиях стресса. Почему, казалось бы, везде эти антиоксиданты? Оказывается, что в условиях стресса, в условиях высокой активности симпатодреналовой системы очень неэкономно организм расходует кислород и испытывают дефицит кислорода прежде всего такие энергопотребляемые органы, как сердце, головной мозг. В ответ на дефицит кислорода активизируется перекись на окисление липида, токсические формы кислорода. Поэтому, чтобы с целью, чтобы подавить их, конечно, нужен один из антиоксидантов. Мы привыкли к кудисану, но не менее эффективным является такой препарат, как алтацин. Это как бы природный антиоксидант. Он состоит из трёх аминокислот, а в организме из этих трёх образуется глютатион, который позиционируется как один из идеальных антиоксидантов в организме. Ну и вот, заключая, вы скажете, что-то вы сказали очень много, а что же нас значит, если у человека стресс? Значит, если он пребывает в хроническом стрессе, в обязательном порядке, начну с конца, антиоксидантная терапия, один из препаратов, либо препарат магния, либо тонатен. Но если ситуация острого стресса, то здесь, конечно, этой терапией, перечисленной мной, здесь не обойтись. Острый стресс требует и транквилизаторов, и нейролептиков, и даже скорой неотложной помощи. Ну и в заключении я хотела бы сказать, что, видите, словами Минхаузена, я поняла, что вся наша беда в том, что мы очень серьезны. Мы видели, какие серьезные фотографии у пациентов, которые находятся в стрессе. Поэтому улыбайтесь, господа, улыбайтесь. АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...